30-ти градусная жара, которую неделю подряд продолжает изнурять горожан. Несколько минут на солнце пробуждают сильную жажду, и каждый утоляет ее по-своему. Обычную воду. Чай с утра только. Все, газировку не пью. Потому что? Приятно. В такую жаркую погоду я предпочитаю наливать воду. Это простая вода, да, потому что кока-кола очень сладкая, от сладкого еще больше хочется пить. Чай я тоже пить не люблю, слишком лень готовить по утрам. Почему следует избегать сладких напитков, объяснила врач высшей категории терапевт Татьяна Колосова. Во-первых, там огромное количество сахара. То есть в одном стакане газировки любой, Байкал, Пепси-Кола, любую можно взять. Примерно столько же, сколько кладет сахара сладкоежка в стакан сахара. То есть 3-4 ложки сахара. Это огромное количество. Плюс к тому, газированная вода всасывается гораздо быстрее, чем обычно. И поэтому это сахарная бомба для организма. Такое количество сахара опасно не только для диабетиков, но и для пациентов с ишемической болезнью сердца и мозга. Распадаясь, сахар выделяет дополнительное тепло и замедляет потовыделение. Тот самый защитный механизм от перегрева. Сахар сам по себе токсичен для кожи. А основной орган, который отвечает за охлаждение организма, это как раз кожа. Это наш самый большой орган. Это не просто оболочка и чехол. Это действительно работающий орган. И при высоком сахаре количество жидкой части пота снижается, что для организма плохо. Неполезны в жару слабоалкогольные напитки. Они дают ложное ощущение насыщения и провоцируют выброс инсулина. На самом деле выброс инсулина порождает необходимость опять вернуться к напитку или к какой-то еде. Поэтому лучше это исключить. Пить нужно. И пить нужно много. Но это должна быть чистая вода или газированная вода без сахара. Традиционный русский квас тоже в списке нежелательных напитков для употребления в жару. А все из-за повышенного содержания в нем того же сахара. И наличие углекислоты. Все-таки это продукт натурального брожения. И заменять им обычную воду не стоит. Сколько бы вы не выпили кваса или позволили себе стакан пива, 8 стаканов воды, 7-8 стаканов чистой воды или минералки, или газированной воды без сахара, человек должен в жару выпивать обязательно. В 30-градусную жару Татьяна Колосова советует обтирать кожу холодным влажным полотенцем. Делать это можно даже на рабочем месте. По жилым врач советует проводить время в помещении с хорошей вентиляцией или в тени. Не следует в полуденной зной проявлять излишнюю физическую активность. Работы на открытом воздухе лучше перенести на раннее утро или после обеденное время, когда солнце не так сильно припекает. Продолжение следует...